Одно из самых значимых событий этого года — 225-летие со дня рождения Александра Пушкина. Мероприятие в честь великого поэта проводится по всей стране. Тверская область также не осталась в стороне. Выставка по произведениям Пушкина откроется в Твери. Что там будет интересного, выясняла Елена Кандидатова. Что за прелесть эти сказки? Каждая есть поэма. О том, насколько Пушкин любил сказки, известно, пожалуй, каждому. Он советовал их читать, чтобы видеть всю обширность и богатство русского языка. Познакомиться с произведениями русского поэта можно на выставке «Мы сказками. Предание зовём» в детском музейном центре. В экспозиции представлены экспонаты, связанные с пятью сказками Пушкина, вошедшими в золотой фон детской литературы. 225 лет — это дата, которая отмечается всей страной. И, конечно же, обойти её мы никак не могли. И мы необыкновенно счастливы, что детскому музейному центру было предложено сделать выставку, посвящённую сказкам Александра Сергеевича Пушкина. Мы об этом мечтали очень много лет. В детском музейном центре представлены предметы из самых различных мест. От Тверского государственного театра кукол до частных коллекций. И все они собраны в одном месте и объединены одним великим именем. Для того, чтобы создать эту выставку, мы собрали очень большую и дружную команду музейщиков. В рабочую группу вошли и представители фондов, и сотрудники детского музейного центра, и художники Тверского государственного объединённого музея. Нашими друзьями-коллекционерами были предоставлены вещи из собственных частных коллекций. Были предоставлены вещи реконструкторами. Помимо простых вещей, связанных со сказками великого писателя, на выставке есть много различных интерактивов. Можно примерить на себя наряды шамаханской царицы, попробовать себя в роли девицы, придущей под окном и ожидающей царя, и даже попытаться облачиться в настоящую кольчугу и полное обмундирование доблестных воинов древних времён. В нашей выставке можно представить себя богатырём, князем Гведоном, попытаться так же, как князь Гведон, совершить подвиг и спасти царевну-лебедь от коршуна. Можно будет узнать о том, какого же роста был князь Гведон, когда родился, и сравнить его с собой. На выставке представлены предметы, связанные с волшебными сказками Пушкина. Иллюстрации, скульптуры, предметы декоративно-прикладного искусства и книги. Здесь можно найти и золотую рыбку, и ступу бабы-яги, и даже магическое зеркальце, а также массу увлекательных экспонатов. С сегодняшнего дня ждём гостей как можно больше. Мы всем будем рады, проведём экскурсии и для семейного посетителя, и для больших групп, которые заранее запишутся на экскурсии. То есть, надеюсь, что всем здесь будет очень интересно. Детский музейный центр Тверского краеведческого музея открывает свои двери и ждёт всех, чтобы погрузить в сказочный мир великого русского поэта. Всю подробную информацию о билетах и датах работы выставки можно найти на сайте музейного центра. Возрастное ограничение 0+.